А в американском конгрессе зарегистрировали новую резолюцию в поддержку Украины. 16 сенаторов, среди которых и демократы, и республиканцы, подготовили резонансный документ с жесткими формулировками. Они осуждают российскую агрессию, призывают оставить в силе санкции против Москвы до выполнения Минских соглашений и заявляют, что Соединенные Штаты ни при каких условиях не признают аннексию Крыма. Также конгресс считает, что американский президент не должен соглашаться на какой-либо вариант финального решения конфликта на Донбассе без согласования с украинским правительством. А еще заявляет о поддержке США Будапештского меморандума. Один из соавторов резолюции, сенатор Портман, рассчитывает, что документ утвердит Сенат, и это откроет путь для военной помощи Украине. Мы должны продолжать поддерживать Украину в этом направлении и, конечно же, предоставлять стране оружие, в котором она нуждается, чтобы защитить себя. Прошлая администрация не соглашалась предоставить летальное вооружение. Эта администрация еще тоже не определилась. Но ключевые члены нашей команды, включая их секретаря Тилерсона, четко говорили, что поддерживают такую идею. Так что мы просто обязаны поддерживать тех в Украине, кто строит открытое прозападное общество, то, за что стоял Майдан. В Вашингтоне сегодня и украинские депутаты рассчитывают, что после утверждения этой резолюции Сената будет создана совместная группа из парламентария в стран-участниках Будапештского соглашения и Украины, которая сможет разработать мирный план для Донбасса. Это, прежде всего, перезагрузка Будапештского меморандума, это использование Будапештского меморандума как обязательство Соединенных Штатов Америки выполнить его. Это перезагрузка отношений между США и Украиной.